МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Марьяны Хацуковой это третий ребенок. Как себя чувствуют мама и малыш, расскажет Марьян Джангуразова. Малыш родился здоровым. Весит 3 килограмма 500 грамм. Рост 51 сантиметр. Чуть ли не богатырь. Сейчас он вместе с мамой лежит в роддоме городской клинической больницы, куда в связи с ремонтом перинатального центра свозят роженица всей республики. В семье Хацуковых это уже третий мальчик. Я хотела девочку, это у меня третий ребенок. Мальчик тоже. Три сына. Как все мужчины, он хотел мальчика. Всего в новогоднюю ночь в городской клинической больнице появились на свет 9 малышей. Пятеро из них мальчики. Сильный пол преобладает, что символично в год черного дракона, могущественного и властного знака. Тяжелых родов не было. Со всех районов республики, города привозят беременных рожениц сюда, в роддом городской. Ну и естественно они дислоцируются по районам. Если позволяет состояние, беременные женщины разрешатся в районе, они конечно разрешаются по месту жительства. Если они высокой степени риска представляют, и район их направляет к нам, в город Нальчик, на родоразрешение и лечение. И выхаживание детей в реанимационном отделении. Кстати, мамы родившихся в этом году малышей обрадуются и той новости, что с 1 января увеличился размер материнского капитала. Если еще вчера он составлял 366 тысяч рублей, то теперь семьи, в которых родился второй ребенок, получат от государства 387 тысяч 600 рублей, что на 6% больше. Марьян Джамгуразова, Заур Гедуев, Аслан Мамхегов, Вести Кабардино-Балкария. По статистике, именно в период новогодних праздников по стране наблюдается пик роста числа несчастных случаев и происшествий. В ночь на 1 января только в Нальчике различные травмы получили 35 человек. В шести случаях люди пострадали из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Новогодняя ночь выдалась неспокойной, и для пожарных в республике произошло более десятка возгораний. Обо всем по порядку. Заур Гедуев. Для диспетчеров государственной противопожарной охраны новогодняя ночь выдалась неспокойной. Телефон не умолкал ни на минуту. Пожар то в одном, то в другом месте. Аджественная охрана. Пожарная охрана. Адрес. Ногмова. Квартира. Дом. Номер ваш оставьте, пожалуйста. Выезжаем. Спасибо за звонок. За какие-то 8-9 часов огнепорцы выезжали по сообщениям 11 раз. В двух случаях пожар возник из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Хорошо, что обошлось без жертв. Все нам попала ракетница и люди так долго собирали как бы его, вот и оно сгорело. Впрочем, не все набирали 0-1 по причине пожара. Как подчеркивают диспетчеры, было много ложных вызовов. Некоторые люди после того, как употребят спиртное, почему-то имеют обыкновение, звонить в скорую, пожарную или полицию, тормозя работу этих служб, отвлекая по пустякам. Пожарная охрана. Не занимайте, пожалуйста, служебную линию. Это ложный вызов. И врачам не пришлось скучать новогоднюю ночь. Республиканский травмпункт с ожогами и ранениями различной степени обратилось несколько десятков человек. Эти 12 человек с ранами, там, разными, там, ножами, там, тарелками побили, стеклом, это, и с ожогами, где-то 6 человек обратилось. Ну, есть термические ожоги, химические ожоги, особенно, как вы сказали, там, с этими вот эту ракетку пускают, и ожог получает кисть этого. Который дежурный врач ушел, он мне говорит, вообще не дали там даже отдохнуть, да. Эти горы пустых бутылок – признак того, что народ гулял всю ночь. Будет работа у коммунальных служб. Так наш народ отдыхает. Пить умеет, а за собой убирать нет. Если забыть про новогодние происшествия, в целом Нальчик, да и республика, встретила праздник очень даже весело и организованно. Как обычно, центральные события разворачивались на главных площадях столицы. Заур Гидуев, Астан Мамхеков, Вести, Кабардино-Балкария. Пассажиры автобуса, который перевернулся в результате ДТП в Черекском районе, отправлены домой в Ставропольский край. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии. Напомним, авария с трагическим исходом произошла между селением Аушегер и районным центром Кашхатау 2 января. ДТП случилось около трех часов дня по московскому времени. Автобус «Сетра», принадлежащий туристической компании «Юктур» из Ставропольского края, перевозил 18 пассажиров. Жертвой аварии стала 29-летняя Татьяна Костюшкина. Пострадали еще шесть человек. На место аварии сразу же прибыли службы ГИБДД, МЧС и Центра медицины катастроф. По предварительной версии водитель не справился с управлением. Пять человек госпитализированы в РКБ МЗ города Нальчика и поселках Ашхатау. Назначено административное расследование. Предварительно при опросе пассажиров водителя установлено, что водители пассажиры не были пристегнуты. При визуальном осмотре установлено, что рисунок протектор резины не соответствует ГОСТу. К настоящему времени все пассажиры отправлены домой в Буденновск. По данным МВД, возможной причиной аварии могли стать сильно изношенные шины автобуса. В министерстве также подчеркнули, последствия могли быть менее тяжелыми, если бы в момент аварии пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. К другим темам. В прохладном открылся новый межрайонный изолятор временного содержания. Здание полностью соответствует требованиям безопасности и содержания подозреваемых и обвиняемых. Преимущество нового ИВС на себе проверяла и съемочная группа вестей Кабардино-Балкария, временно побывавшая за решеткой. Взгляд изнутри. Материаль нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Здесь не говорили при открытии «добро пожаловать». Правоохранители знают, что с началом работы изолятора задержанные пожалуют сюда не сами и не по доброй воле. Однако те, кто попадет за решеткой не первый раз, будут удивлены условиями, которые созданы для них. За железной дверью помещение, которое камерой назвать трудно, это скорее гостиничный номер. И только мощные решетки до камеры слежения отличают изолятор от пансионата. Новый ИВС, который будет обслуживать прохладненькие и майские районы и город, соответствует всем международным стандартам. Он построен за счет средств федерального бюджета с применением современных технологий. Камеры здесь рассчитаны на двух, трех и четырех человек. Кроме того, в учреждении предусмотрена комната свиданий для встреч подозреваемых и обвиняемых с адвокатами, медицинский изолятор, прогулочные дворики, оборудованные тренажерами и скамейками. Все время правозащитные организации нас укоряют, что содержание в наших изоляторах, временное содержание можно чуть ли не приравнивать к каким-то истязаниям. Мы здесь с вами посмотрели все, это не так. Нормы все соблюдены, требования к таким учреждениям все соблюдены. Более комфортными стали условия не только для спецконтингента, но и для сотрудников ИВС. У них удобные кабинеты, современные помещения с внутренней и наружной системами видеонаблюдения. В кабинетах индивидуальные компьютеры, связанные локальной сетью. Хотелось бы, чтобы преступность в Кабардино-Балкарии падала и чтобы когда-либо говорили о том, что места все пустые. Я бы желала нашей республике именно этого и нашей полиции меньше работы. Новый изолятор не только один из самых современных в Кабардино-Балкарии, но и самый безопасный. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. И последнее. В республике наконец-то выпал снег. Причем местами толщина покрова достигает 7 сантиметров. Для жителей Кабардино-Балкарии, встретивших 2012-й практически при плюсовой температуре, это настоящий новогодний подарок. Скрип снега под ногами Деда Мороза мы уже, конечно, не услышим, но другие зимние радости еще впереди. Наш корреспондент Халид Шахмурзаев долго ждать не стал и уже сегодня прогулялся по заснеженному Атажукинскому саду. Городской Атажукинский парк прекрасен в любое время года. После первого снега в Новом году деревья и сосны надели свой белый наряд. Тишиной валий нарушают только щебет птиц и разговоры немногочисленных горожан, любителей подышать свежим воздухом. Хозяевами парка в такие дни становятся птицы, которые гнездятся рядом с самодельными кормушками, сделанными нальчанами из подручных средств. Мелких птиц надо вот в кормушках кормить, конечно, потому что если сыпешь вот так им, то голуби сразу налетают. А мелких птичек мало, но они такие вот из рук кушают, приучили. Да, просто у нас сейчас орехи, не семечки, поэтому они смотрят, что-то им не знакомо. Ну, тоже прям по куску хватает все. Подкормить изголодавшихся птиц рискнули и мы. И знаете, получилось. Пусть и не с первого раза, но к моей вытянутой ладони с неприхотливым кормом за какие-то 2-3 минуты подлетели аж три синички. Ощущение непередаваемое. Эту кормушку, установленную у центральной клумбы нашего городского парка, можно назвать поистине птичьим общежитием. И каждый из нас, купив в магазине или на рынке вот такой пакетик с семечками, может прийти сюда. А птички, естественно, прибетят и поклюют эти семечки, крупу или крошки хлеба. Тем самым мы поможем сохранить нашу природу и спасем от голодной смерти многочисленных обитателей нашего прекрасного городского парка. Халид Шахмурзаев, Асламур Захан Дохов, Вести, Кабардино-Балкария. Какие изменения в погоде ждут нас завтра, узнаем уже через несколько секунд, а наш выпуск завершен. Посмотреть его еще раз можно на нашем сайте вести.кбр.ру. Ну, а мы с вами прощаемся. До встречи. Внимание! В салонах «Ленар Оптик» скидка на коллекцию солнцезащитных очков и оптических оправ до 30%. Нальчик. Ногмова 70. Пачева 36. Империя стиля. Торжество новых тенденций мебельной моды. Ваша индивидуальность. Наша работа. Салон «Импера». Ногмова 6. Здравствуйте. В предстоящие сутки на территории республики ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. В Зольском районе 3 градуса тепла. Снег с дождем. В горах переменная облачность у подножия Эльбруса минус 3. В Тернаузе облачно с прояснениями. Столбики термометров приблизятся к отметке 0. В Баксане, Щегеме и Нардкале небольшой мокрый снег. Температура в пределах 3-4 градусов. В Прохладницком и Майском районах также возможны осадки. 2-3 тепла. Такая же температура и в Терском и Лискенском районах. В Черехском районе также снег с дождем. Воздух прогреется до 3 градусов. В Нальчике мокрый снег и плюс 4. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова